всем здравствуйте привет привет девчонки привет мальчишки привет всем мастерам или людям просто которые интересуются дизайном на ногтях сегодня у нас четверг два часа и даже уже немножко минут есть и мы с вами начинаем прямой эфир да вот сердечки полетели вероятно нас слышно и видно это же самая главная тема здравствуйте так закрепимся итак всем привет здравствуйте так ну все вроде бы мы вроде бы на связи да немножечко тяжело подключался телефончик к интернету но вроде бы все в порядке да вот марина с нами поздоровалась и мы тоже с мариной здороваемся здравствуйте привет девчата да все итак сегодня у нас четверг два часа дня с вами на связи город ростов-на-дону школа екатерина мирошниченко и я инструктор этой школы наталья как люгина значит мы обычно в четверг встречаемся и делаем незамысловатые простые дизайны из замечательных материалов которые выпускает компания эми значит ну мы я просто хочу вам показать здравствуйте просто хочу показать вам какие-нибудь варианты дизайна подсказать может быть вы значит вдохновение вдохновение от нас получите да что-то придумаете может быть от себя просто иногда надо ну что-то за кем-то у кого-то что-то посмотрите у кого-то что-то за кем-то повторить это на самом деле я так делаю то есть как бы смотрю что делают мастера пытаюсь это сделать из наших материалов или придумать что-то новое сочетание хотя на самом деле мне кажется уже всего столько придумано просто нужно взять и Так, ну что, значит, лето, июль месяц, я предлагаю поговорить на морскую тему, вот, значит, мы можем с вами сейчас рассуждать на тему, какие же цвета подходят к морской теме, на самом деле любые, потому что если взять, например, какие-нибудь и розовые, и сиреневые, и фиолетовые оттенки, ну и голубые, бирюзовые, зеленые, там какие-нибудь салатовенькие, я считаю, что тоже как бы хорошо подойдут. И я подумала, что можно взять, в принципе, вот, если уйдем в синюю тематику, да, вот я тут поглумилась немножко, по-синему прошлась, мы можем с вами подобрать цвета гель-лаков, которые вот входят в разные коллекции, по-разному, в разное время года выпускали эти коллекции. Я вам сейчас покажу, как я пыталась, значит, ну, тему, да, как бы найти цвета для нашей темы сегодняшней. Так, ну, это пока уберу в сторону, это мы будем сейчас делать, поначудим немножечко, понавертим, все подряд будем с вами и наклейки брать в работу шармикончика. Здравствуйте, 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 Татьяна. Значит, и шармикончики возьмем в тему, да, и, например, пластину для стемпинга возьмем такую вот морскую. И, значит, цвета, которые мы сейчас будем с вами подбирать, я сейчас вам перечислю все наборы, да, которые я перетрясла, чтобы, ну, подобрать какие-то цвета. Ну, что, значит, прошлый наш прямой эфир был посвящен теме, значит, гель-лаки Маракеш. Вышел новый красивый набор, и, значит, мы делали там, вот же не помню, брали 501 такой вот фиолетовый оттенок делали дизайны. Помните, на прошлом, и кто следит за нашими прямыми эфирами, мы делали вот такие вот варианты. Это как раз-таки гель-лаки, которые, значит, входят в набор гель-лаков Маракеш. Маракеш, я правильно сказала? Да, Маракеш. Значит, это номера гель-лаков с 497 номера по 102 номер, это самые последние были. Вот мы в прошлый раз делали прямой именно с этими гель-лаками. Вот, и, значит, как раз девчонки в прошлый раз на прошлом прямом эфире спрашивали, а куда бы можно было бы применить синий цвет. Вот у него такой еще номер, красивый, запоминающийся номер 500. Что-то у меня тут флакончик немножко капелька. О, вот так, номер 500 гель-лака, это как раз-таки из коллекции Маракеш. Так, значит, он такой идет, синий перламутровый. Красивый такой перламутровый оттенок. Вот он нам очень хорошо подойдет. Буквально за некоторое время до него выходил новый набор, который называется Рэйф. Это гель-лаки с номера 482 по 488. И там как раз-таки был номер, вот, например, можно взять сюда же, подключить. 482 номер. Это набор гель-лаков Рэйф с 482 по 488. И я еще вот этот добавила, мне очень понравился. Тоже к морской теме очень хорошо подойдет. То есть получается вот так вот у нас. 500, 487, 482. Так, буквально до этого набора выходил набор птичка перелетная, кто помнит. Птичка перелетная, там было 8, не было, а есть 8 оттенков гель-лака. И предлагаю взять отсюда, например, 473 номер, голубенький. Смотрите, вот так вот выстраиваем. И еще раньше, весной, у нас выходил набор гель-лаков. Soulful Morning. Кто помнит, там тоже как бы пастельные такие оттеночки. И вот давайте предлагаю взять 416 сюда. Такой посветлее еще голубой. Видите, вот такая у нас линеечка получилась. Из всех наборов, которые выходили буквально последние полгода. Soulful Morning, птичка перелетная, Маракеш, Рэйф. И все эти оттенки как бы очень прикольно будут сочетаться друг с другом. Ну, конечно, разместить их все будут на ногтях практически невозможно. Просто я к тому, что, скорее всего, пусть у вас, может быть, не все наборы есть гель-лаков именно этих. Но я думаю, что как раз-таки что-то подобное можно будет подобрать. Темно-синий, бирюзовый, вот этот красивый, ультравиолет. Тоже кайфовый. Так, ну и два голубых. Конечно же, к этой синей линейке очень классно подойдет белый лотос. Белый лотос 001, да, наш классический белый цвет. Он как раз-таки дополнит очень хорошо вот эту линеечку синих, голубых, бирюзовых цветов. И как раз-таки вот эти цвета нам хорошо как раз-таки подойдут. Мы даже можем белый в основу положить, а все остальные нанести одной кучей. Прямо все оттенки на один ноготь. Так, пока убираю в сторону. Так, что еще можно использовать в морской тематике, да? Значит, ну, можно вспомнить о вот таком вот нейлдрессе, да, который номер у нас получается 129-й, бесконечность. Тут видите такие вот абстрактные элементы, очень похожие на кита, вот, например, да, как будто вроде кит какой-то плывет, какие-то медузы, какие-то ленточные черви, не побоюсь этого слова. Но и тем не менее, такие вот абстрактные элементы, которые похожи что-то на рыбу, мне кажется. Не знаю, вот у меня ощущение, что он на таком синем фоне сделан этот нейлдресс. И вот классно будет сочетаться, в принципе, вот со всеми этими оттенками, которые мы сейчас с вами взяли, да, из четырех наборов. Из четырех мы взяли? Даже из пяти, да, из пяти наборов мы взяли. Нет, два из одного, из четырех наборов получается, да? Значит, так, беленький у нас классический цвет. Так, еще раз повторюсь, прикольно к этим цветам очень хорошо подойдет 129-й бесконечность. Это слайдер дизайн, да? То есть, как бы, он уже давно вышел, давным-давно. Ну и уже, наверное, да, мы как-то делали в прямом эфире дизайны. Это, конечно же, шармиконы. Шармиконы на морскую тему. И если посмотреть, это как раз-таки 250 и 251. Сейчас я уточню, вот все-таки в каталог взяла, сейчас посмотрю в каталоге, потому что там плохо так пропечатано номера. Я сейчас на самом деле как бы саму себя проверю. Да, все правильно. То есть, получается, если взять каталог, вот он, 250-й номер – это риф. Так, и 251-й номер – это мальдивы. Такая рыбная тема, рыбный рынок. Вот, значит, здесь у нас идут рыбки, звездочки, медузы, там и так далее. Водоросли. И если вот риф, по-моему, тут… А, не знаю, Мальдивы или риф. Еще раз по номеру. Да, Мальдивы 251-й. То здесь и золото присутствует, и белое, и черное, и серебро. То здесь у нас только белый, черный и серебряный, без золотого. Видите, вот риф и Мальдивы. Так, еще разочек показала. Что сюда еще может подойти? Может быть, у кого-то вот такие вот варианты есть. Помните, тоже такие вот были? Абстрактные цепи, золотые разводы. Смысловая нагрузка, в принципе, примерно одинаковая. Только здесь только золото, да, а здесь золото-серебро. Так, номера. Сейчас я себя перепроверю. 241 абстрактные цепи, 241 – это вот этот вариант. Там, где есть и золотые, и серебряные штучки, дрючки, да, можно использовать. Тоже сюда хорошо подойдут. Так, и вот такие вот разводы. Это получается у нас номер, номер. Так, быстро не нашла. Может быть, даже просто у вас, у кого-то есть в работе. Золотые разводы 236. 236 номер. Тоже такие же, видите, как кружочки такие неправильной формы. Тоже прикольно будет. Ну, они примерно идентичные. Примерно идентичные. Так, что сюда можно еще добавить? Ну, конечно же, мы уже тоже неоднократно делали. Сейчас я достану. Такой очень интересный шармикон. Я, когда я первый раз его в руки взяла, думаю, господи, что же с ним делать. А потом, оказывается, он тоже классно подходит как раз-таки вот к таким вариантам дизайна. Вот они, да? Это у нас получается номер 248. 248-й. 248-й. Прочитать по-английски. О-о-о, Ливи. Левитация, короче, какая-то. Ну, в любом случае, главное, чтобы номер знать. Добрый день, добрый день. Морская тема, моя любимая. Здравствуйте, Катя, спасибо за поддержку. Так, продолжаем. Значит, вот такие вот прикольные штучки-дрючки золотого-серебряного цвета тоже прикольно сюда подойдут. Так, ну что, гель-лаками мы определили. Значит, с вам вспомогательными материалами мы определились. Так, можно еще добавить сюда полосочки. Я очень сильно люблю, они у меня всегда под рукой лежат. Линии золотые и черные тоже каждый. Есть еще белые и серебряные. Тоже классно подходят сюда же к этому, к этим вариантам дизайна. Они вообще универсальные получаются. Так, ну и в принципе, все, да? Это то, что мы с вами сейчас делаем. Попробуем сделать на весь ноготь, попробуем посочетать разные цвета. В очень простой и легкой технике, которая тоже очень много в интернете. Это когда сразу несколько цветов берется на кисточку и распределяется по поверхности ногтевой пластины. Так, ну что, давайте мы с вами сделаем, например, вариант на белом фоне. На белом фоне самый универсальный вариант. И попробуем на него добавить все цвета, которые мы с вами приготовили. Так, я сейчас типсик закреплю на поверхности. Так, мне потребуется кисточка для градиента. Она у нас одна-единственная, номер 4. У меня уже такая старенькая рабочая. Видите, такая прореженная кисточка. Так, хорошо ли нас видно? Надо все убрать с экрана, чтобы резкость была хорошая. Так, кисточка для градиента нам потребуется. Ноготочек мы покроем с вами сейчас белым цветом. Я просто сейчас ищу... Ага, вот я нашла, на что закрепиться мне. Так, и одену перчатку. Гляньте, у нас даже сегодня перчатка в цвет нашей темы морской. Сейчас сделаем пару-тройку вариантов дизайнов. Они очень простые будут, поэтому не успеем их сделать очень быстро. Просто подготовительный период какой-то получился, длительный немножко. Так, ну что, поехали. 0,01, да? Белый лотос. Возьмем его за основу. На просушенную базу нанесем... Давайте в один тоненький равномерный слой. Если не получится на клиентах нанести тонко, да, но цвет, чтобы лег плотненько, можно, конечно, и в два слоя, но я предлагаю все-таки в один. Аккуратненько нанесем цвет и просушим. Второй вариант предлагаю сделать частично белый, а частично, может быть, какой-то другой добавим в фон. Да, почему бы и нет. Сейчас, секундочку. Прикрепиться опять не надо. Не люблю рисовать на прозрачных типсах. Люблю, когда они плотненькие. Такие вот. Даже где-то под камуфляжик, да? Вот так. Примерно 1,4 часть ногтевой пластины или 1,3 часть ногтевой пластины. Можно вот так, чтобы не на весь ноготь, допустим, распределять цветные гель-лаки, а только на какую-то часть. И вот мы, например, с вами вот тут вот тоненько, аккуратненько нанесли белый цвет гель-лака. Это у нас 0,0,1 белый лотос. Так. И просушим, конечно же. Так, теперь самое интересное и то, что выглядит прикольно, а на самом деле делается очень легко. Так, давайте мы возьмем с вами сейчас, тоненькой полосочкой нанесем вот так вот темно-синенький цвет, например. Ой, испачкала пузыречек. Врезалась кисточкой в пузырек, потому что из-под телефона не вижу. Сейчас я вытру сразу, чтобы он у нас был красивый. Можно было презентабельно показывать на камеру. Так, синенький. Так, давайте, например, 487-й, да, мы его уже приготовили. Давайте мы его пустим вот сюда. Так, можем между них где-то положить, например, голубенький 416-й, да, это у нас как раз-таки коллекция Soul Folk Morning, да. Они на самом деле, все цвета будут очень классно сочетаться. Можно, например, где-то пустить этот цвет между. Так. Видно, я так плотненько их укладываю. Так, давайте еще какой. Беленький, конечно же, надо, да. Ну и что, что мы на белом фоне, все равно белый цвет. Он все равно нужен будет. И теперь, прежде чем я буду набирать это на кисточку, нужно взять какой-нибудь тоненькой кисточкой и их немножечко смешать. Смотрите, вот так, в одну сторону, в другую сторону, и вот так вот аккуратненько. Можно было даже белого чуть побольше. Тут что-то я прям постеснялась. Так. Здесь какой цвет нанесем? На самом деле можно... Так, а какой бы мне сделать? Я на голубом фоне делала. Может быть, мы добавим какой-нибудь, опять же, из коллекции Soul Folk Morning. Возьмем 409 номер. Ну-ка, вот такой сделаем. Смотрите. Тоже сюда очень хорошо подойдет. Так. Какой-нибудь бирюзовенький. Я имею в виду вот эту зону закрыть цветом. Видите, там у нас будет светленький, беленький. А к нему стык в стык. 409 номер. Коллекция Soul Folk Morning. Такой красивый, нежный. Не знаю, бирюзовенький, да? Скорее бирюзовенький, чем салатовый, конечно. Он зелененький такой. Потом границу мы, конечно же, отобьем какой-нибудь полосочкой красивой. Приклеим какую-нибудь морскую тематику. Так, мятный. О, Кать, спасибо, мятный. Знаете, когда нервничаешь, сидишь на камеру и не знаешь, как лучше сказать, какое слово подобрать, чтобы сильно и не опозориться, да? И в то же время как-то доходчиво объяснить. Так, кисточка для градиента. А рисовать мы будем сейчас с вами, девчат, по мокрому слайдер-топу. У нас очень хорошо растекаются гель-лаки по мокрому слайдер-топу. Итак, слайдер-топ. Слайдер-топ. Мы его нанесем тонким слоем, просушивать не будем. Наносим тоненько. Можно аккуратненько до вростов сильно не доходить, потому что растекаться будет, да? Поэтому можно немножечко, один миллиметрик отступить от вростов, чтобы не испортить, да? Чтобы не сильно-сильно там не текло, не растекалось. Так, и теперь аккуратненько набираем. Каким образом будем набирать? На кисточку. Вот так вот я возьму. И вот так вот сбоку, вот так аккуратненько. Раз, 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 раз. И взяла капельку гель-лака. Видите, на кончик кисточки. Кисть поворачиваю. И теперь аккуратненько начинаю выкладывать гель-лак на поверхность. Можно один разочек пройтись, а можно добавить еще чуть-чуть. У меня тут преимущественно преобладает такой синий цвет. Можно попробовать перевернуть пальчик у клиентки. Вот отсюда еще добавить чуть-чуть. Вот так вот, вот, вот так вот. На самом деле можно взять теперь тоненькую кисточку. И если где-то что-то вам не понравилось, можно взять немножечко, добавить. Так, где у нас белый цвет? Я сейчас на палитрочку капельку белого ляпнула. Можно поправить, дорисовать, если что-то пошло не так, как вам хотелось. Ну вот так пусть будет. Все потихонечку расплылось. И просушиваем. Просушиваем. Так, еще разочек. Только я хочу, знаете, больше добавить вот такого. Мне нравится прям цвет. Вот этот. Синий. Белый. Давайте сюда. Видно, три цвета взяла. Также мы их размешаем. И опять же возьмем на кисточку. Вот так можно по диагональке немножко. И на слайдер топ. На слайдер топ. Вот сюда нанесу только аккуратненько, тоненько. По мокрому слайдер топу. Давайте вот так снизу. Ставлю кисточку так, чтобы краска, видите, вот она у меня сверху получается. Ну вот одна волна. Можно еще одну. Тут расстояние, конечно же, поменьше. Можно взять тоненькую кисточку. Белый цвет. И немножечко добавить сюда вот так беленького. Беленький цвет он всегда освежает, правда же? Вот куда бы ни добавил, какую абстракцию, всегда чуть-чуть становится все это дело светлее и интересней. Иногда растекается так красиво, ничего не хочется добавлять. А иногда хочется, знаете, как бы держите меня с семеро. Еще поправить, еще поправить. Так. Теперь, что можно сюда добавить? Можно как раз таки подключить и сделать какой-то такой пенный вид у нашего фона. И, например, это у нас будет пластина растемпинга номер 17. Океаника. Она так и называется. Океаника. Видите, вот номер 17. Океаника. Тут вот есть и рыбки, и водоросли, и так далее. Но мне вот интересно, вот это вот такая как бы дырчатая система. И получается очень как бы в тему будет к нам. А какую краску можно взять? Смотрите, ну тут варианты какие? Можно, например, взять белую. Белый лак для стемпинга, допустим. Это 0,1. Или серебряный тоже прикольно подойдет. Ну, для любителей золотого можно золотой подключить. У нас тоже появился, вы, наверное, тоже все знаете, номер 13 золотой. 12 серебряный, золотой номер 13. Так, ну не знаю, мне почему-то хочется, наверное, не знаю, что мне хочется. Давайте, можно попробовать посовмещать на самом деле. Чуть-чуть возьму сейчас белого. Так, нужно подготовить, чем убрать излишечки. Так, подготовила. Салфеточку взять. Так, белый лак взяла для стемпинга. И штампик. Штампик не забыть, а то я все подготовила, а штампик не взяла. Так, штамп есть. Белый лак для стемпинга есть. И вот пластина для стемпинга номер 17, океаника. Так, вот чуть-чуть мне надо. Можно не наносить на всю пластинку. Так, убираем все лишнее. Легкий накат. На подушечку не давим от слова совсем. Вот она получается, такая дырчатая система. И она как раз там сюда, вот так вот аккуратненько. Муни на весь ноготь. Кусочками можно так. Раз. Два. Толщины, естественно, никакой не имеет, но за счет этого какая-то получается, знаете, сложность, что ли. Хотя на самом деле абсолютно ничего сложного. Так, ну лак для стемпинга, конечно же, высыхает на воздухе. И теперь предлагаю добавить как раз-таки какие-нибудь наклейки. И это как раз-таки морская тема, то, что мы с вами говорили. Рифы и Мальдивы. Это шармиконы, наклеечки. Мы сейчас возьмем, я просто вот уже открывала. Открытие у меня есть. Прикреплять шармиконы лучше всего, конечно же, на Теклас. Потому что Теклас – это то безлипкого слоя, глянцевый, то безлипкости. Потому что, ну, вдруг что-то пойдет не так, и мне нужно, хочется все это дело открепить и что-то прикрепить другое. Поэтому лучше всего работать с Текласом. Так, минуточку. Куда-то он у меня из-под рук. Сейчас, секунду. Все, взяла Теклас. Где-то не вижу на столе. Начинаю нервничать. Сейчас, минутку, девчонки. Так, закрываем Текласом. Так, чтобы не быть голословной. Теклас. Тоненьким слоем закрываем. Наш такой получился довольно-таки сложный фон, но делать его очень легко. Просушиваем. Так, здесь давайте добавим немножко серебра, если вы не против. Почему бы и нет? Возьму ту же пластину. Естественно, уберу краску белого цвета. Возьму серебряную. Можно и золотую. Так. Дырочки такие прикольные получаются. Убираем все лишнее. Легкий накат на подушечку от слова совсем легкий. Вот он. Видно, дырочки прям набрались. Так, я на пальчик сейчас отпечатаю то, что мне не нужно. Убираю сейчас. Просто беру и лишнее убираю. То, что мне неинтересно. Так. Просто, знаете, оно не сильно будет бросаться в глаза, но за счет этого получается фон смотрится более сложным, чем есть на самом деле. Так, все есть. И тоже предлагаю перекрыть топом Текласс. Да? Текласс это топ без липкого слоя. Перекрываем. Видите, простые варианты совершенно. Просушиваем. И теперь придумываем, что же мы прикрепим на нашу поверхность. Я уже, в принципе, любые, ну, разные смотрела здесь. Прикрепляла и черепашки, и рыбки. Сейчас посмотрим, что у нас туда подойдет. Так. Так, просушили. Ну, тут однозначно надо будет разделить, да, чем-то, то есть какую-то полосочку можно будет добавить. Вот. И мы с вами просто смотрим, прикладываем. Смотрите, все, что беленькое, да, сюда, в принципе, тоже можно освежить кончик. Вот медуза белая, например. Вот, смотрите, тоже хорошо подойдет сюда, кстати. Так, надписи всякие про море. Бич. Что-то тут черное море. Так, так, так. Какие-то такие морские тут темы. Так, а я все смотрю, чтобы мне такого прикрепить эдакого. Сейчас, минуточку. Под руками лежит и начинает все падать. Что-то мне места маловато в моем государстве. Так, сейчас я... Вот, хорошо сюда вот так вот беленькая черепашка подойдет. Можно черепашкой кверху, можно звездочкой книзу. Да, можно и так сделать. Так, прикрепляем. Ну, конечно, нужно взять пинцетик, да, аккуратненько. Иногда руками быстрее, пока держу, вот знаете, как бы так вот в одном положении. Так, черепашку вот сюда. Даже не просто черепашка, еще и со звездочкой. Так, сюда, значит, полосочки какие-то мне нужно обязательно разделить две зоны между собой. Давайте прикрепим две полоски. И черную, и золотую. Будет прикольно смотреться. Отделяем верхнюю зону. Конечно же, ножничками убираем все лишнее. Можно было приклеить прям встык-встык. Так, убираем все лишнее. Так, теперь золотую, да, сразу же сюда же. Почему бы и нет. Стараюсь убирать все из подруг, чтобы резкость. Так, золотая штучка-дрючка. Так, все. Ну и теперь, конечно же, надпись какую-нибудь. Я очень люблю надписи разные. Мне очень нравится, когда выходят именно, скажите, шермикончики с разными надписями. Ну, оно реально очень осовременивает любой дизайн. Вот сюда. Мы можем прямо вывести надпись на нашу белую зону. Так, какую мы наклеим? Да, давайте вот эту и наклеим. Снимаем с носителя, да? Можно пинцетом, конечно же. Так, и наклеиваем таким образом, чтобы у нас и на одной зоне была надпись, и на второй. Так, и теперь надо, конечно же, взять там безворсовую салфеточку, разгладить. Так. И по большому счету можно уже закрывать, да? То есть как бы ничего тут сверхъестественного. За счет сложного фона будет смотреться по-взрослому. Так, и перекрываем топом. Это может быть глянцевый топ, это может быть топ матовый, либо любой другой, которым вы работаете. Ну, я вот сейчас перекрою текласом. Ну, на самом деле, как бы разными топами все работают. У нас, как бы, есть вот основной топ теклас, ультрашайн, да? Ультраблеск. И множество вышло гель-лаков топовых, которые содержат какой-то блесточки, там, перламутр и так далее. То есть как бы можно по большому счету любым закрыть. Так, и просушиваем. Просушиваем. И попытаемся доделать наш второй вариант. Так. Тоже мне хочется какую-нибудь картинку. Смотрите, я вот тоже как бы медузу уже приклеивала. Вот она, черного цвета. Видно? Можно, в принципе, и белую, а можно звездочки какие-нибудь добавить, а можно еще какие-нибудь штучки добавить. Сейчас добавим. Знаете, как хочется всего и побольше, побольше, побольше. Давайте возьмем какую-нибудь, мне вот нравится, еще черепахи. Можно, например, черненькую черепашку, кстати говоря. Так, а они у нас по какой-нибудь... Ага, вот так они смотрят. Можно вот так черепаху сюда добавить. Ушла с экрана, сейчас сниму с носителя. Вот так. Просто тут такие краешки. ласты, ножки, листочки какие-то, чтобы не порвать. Очень тоненькие, изящненькие, наклеечки, которые совершенно не ощущаются под топом. черепашка. Черепашка. Так, и можно еще сюда добавить целую кучу всего. Так, 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 сейчас я аккуратненько... Можно золотую звездочку, можно просто звездочек накидать. Так, ну, во-первых, за звездами можно взять наклеечку с надписями. Так, вот этот момент аккуратненько, чтобы ничего не оторвать. Сказала Наташа и практически, так как не очень удобно под телефоном, сейчас я... Я все-таки победила эту наклейку со звездочками. Так. Вот так. Вот они там звездочки. Ну, и чтобы снизу тоже все это дело продолжилось, надо, конечно же, пару звездочек прицепить. Вот они тут классные на этом шармиконе, вообще суперские, тонкие, звонкие. Вообще кайф. Я уже, знаете, такая по-простяцки начала, знаете, потому что, не знаю, что-то в этом есть такое загадочное, творческое. Кстати, можно вот тут вот есть звездочка, можно ее прикрепить, а потом сделать более объемной, как вы на это смотрите. Только надо которые тоненькие, которые потоньше. Сейчас я посмотрю. Вот так. Смотрите. Я ее, конечно, прикрепить прикреплю, можно ее оставить будет и в таком виде, а можно взять и добавить ей немножечко объема. У нас же есть с вами эмпаста, например, белый рафинад, и у нас еще есть с вами, например, текстурная краска, может быть, тоже у кого-то из мастеров есть. Можно такую, как неровность, шероховатость задать всему этому делу. Сейчас мы попробуем. А пусть она будет даже не целиком, а вот так. И я вот эти уберу лишние хвостики, которые торчат с помощью бафика. Вот. И мы ее сейчас сделаем объемной. Так, давайте закрывать будем топом. Я опять воспользуюсь стеклосом. Кстати, и если я хочу работать сверху эмпастой, то лучше всего все-таки теклосом, потому что, например, с ультрашайна эмпаста может сколоться, а вот с теклоса нет. Теклос это пористый материал, это гель-лаковый топ. Так, я сейчас подниму глазки, посмотрю на, скажите, на комментарии, может быть, где-то какие-то вопросы у вас есть, повторить, может быть, что-то надо и так далее. Хотя на самом деле, в принципе, ничего такого сверхъестественного у нас нет. Так, просушиваем, просушиваем. Так, здесь предлагаю ничего не добавлять. Мы сейчас вот сюда прикрепим. Очень простой вариант. А все остальные пальчики могут быть покрыты любым из гелей, которые мы с вами брали для тонировки. Правильно же? Любой можно взять и протонировать. Так, а здесь мы как раз с вами добавим немножечко объема. Смотрите, можно взять, воспользоваться эмпастой. Например, можно было бы, конечно, от руки нарисовать, но раз я уже добавила, можно, в принципе, и так оставить. Но можно взять, добавить немножечко объема. Ну, во-первых, это, конечно же, белый рафинад. Белый рафинад, белая эмпаста, кисточка тонкая, 5 дробь 0. 5 дробь 0. Сейчас, девчат, секундочку. 5 дробь 0, видите, тоненькая кисточка. И можно как раз-таки взять им пасту и добавить немножечко объема этой звездочки. Мы с вами говорим про дизайны, которые не нужно делать на всех пальцах. Это, конечно же, и муторно, и сильно много, и так далее. Мы говорим с вами про дизайн одного ноготочка, поэтому на одном ноготочке в принципе можно устроить маленькое такое вот выступление. Так вот, я просто хочу звездочку увеличить в объеме. Я просто беру и разукрашиваю эмпастой сверху. Важно, что я делаю это на готовой поверхности. Можно было, в принципе, разрисовать ее, нарисовать от руки белым цветом и уже потом немножечко добавить фактурности ей. Так, ну а мы пока с вами вот так сюда. Так, ну и естественно делаем вид, что там где-то дальше внизу рисунок продолжается. Какая-то она у меня толстенькая посередине получилась, но ничего. Упитанная такая. Можно вообще по готовой поверхности какие-нибудь точечки понаставить. Немножечко объема задать с этой картинки. Так, как будто пузыри воздуха поднимаются со дна куда-то наверх. Так, просушиваем. и все же наверное помнят такое. ну я не знаю, есть, нету, можно в принципе импастой дальше поглумиться. Ну вот была у нас такая в продаже фактурная краска, она в принципе и сейчас есть. Называется она Хилли гель пэйнт. Я просто прочитала. фактурная такая, знаете, как вот это вообще такая текстурная краска, да, ей можно рисовать по готовой поверхности, ей можно такие элементы как будто бетонная стена вот сделать, да, такой мазок какой-то поставить и так далее. Катерина Николаевна в свое время показывала как с ней работать, просто мне вот интересно стало добавить немножечко, видите, вот такая вот фактурная поверхность получилась, вот такая вот она такая с крапушками идет и получается, видите, вот фактурка, я не знаю, не передает, но получается на ощупь очень прикольно, или ракушку, видите, тоже можно было, я тоже приклеила там снизу, просто размер маленький получается, я просто повторила рисунок, который приклеила, вот, ну и что, и забавно получается на самом деле. Так, значит, взяла немножко текстурной красочки, я вот так себе на пальчик так, естественно, кисточка будет маленькая, тоненькая и немножечко увеличим, не увеличим, а просто зададим фактурность немножко, вот так, просто взяла на кончик и потыкала, потыкала, потыкала звездочку, она будет такая, знаете, как будто у нее, не знаю, ветрянка. Короче, вот такие вот неровные штучки, причем можно просушить и пройтись еще разочек, и она будет такая на ощупь, такая немножечко, ну, шершавая, не шершавая, все эти штучки, дрочки, оботрутся, конечно же, ну, она будет такой немножечко фактурный вариант иметь. Так, можно, сейчас она просохнет, больше не буду ничего добавлять, просто хочу еще какой-нибудь вариант один сделать, для того, чтобы показать, что можно эти цвета из разных коллекций сочетать в градиенте, да? Так, сейчас мы возьмем с вами типсик, так, и давайте попробуем посочетать, мне вот очень сильно прям понравилось вот что-нибудь такое, знаете, необычное, прям, чтобы темно-синий, вот это из коллекции Марракеш, из последней коллекции, такой синий, насыщенный, перламутровый цвет, и 409 номер, о, 409, нет, хочу другой, хочу вот этот, 487, он поярче, из коллекции Рейф, это вот последние такие яркие летние цвета были, давайте с ним, причем мы верхушку сделаем темную, они чуть-чуть светлее, скажем так, вот так, темная верхушка у нас будет, и вот такое вот сочетание будет прикольное, синий, с бирюзовым, да, с каким-то, так, кисточка для градиента нам потребуется, и все, на самом деле будет недолго, просто единственное, просушка, да, просушка, занимает какое-то время, мы можем с вами смешать серединочку, градиент мы делали уже в прямых эфирах много-много раз, так, и теперь аккуратненько от кутикулы туда-обратно, чуть ниже, и аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний цвет, я немножечко подкручиваю типсик под кисточку, так, ну смотрите, вот синий довольно-таки насыщенный, и если проходиться вот так вот, просто классический градиент, сделать переход от одного к другому, он очень сильно выталкивает, да, вот этот вот наш 487-й номер, бирюзовый, во втором слое можно просто нанести синего чуть поменьше, а бирюзового чуть побольше, я предлагаю просушивать, кстати, очень легко смешиваются, я всего лишь один раз прошлась, так, а я тем временем типсик просушила, не буду больше добавлять фактуру, принцип понят, конечно же, я уверена, ну вот, смотрите, получается у нас с вами тут синяя коллекция по, скажите, что увеличивается, увеличивается, может быть, кто-то захочет скриншот какой-то сделать, так, и наносим второй слой, 30 секунд подсушили, наносим второй слой, я теперь, значит, синего цвета, перламутрового, нанесу чуть поменьше, а бирюзового, 487-й номер, нанесу побольше, мне так нравится это сочетание цветов, ну, кайфово, вот прям, по-взрослому, еще кончик можно было выбелить чуть-чуть, так, мы сейчас белый цвет добавим как-нибудь по-другому, так, смешала середину, девчат, кисточку вытираю и аккуратненько прохожусь сверху вниз, я обычно девчонкам в классе говорю, про себя тихонечко мастер сидит и думает, все будет хорошо, это второй слой, цвета смешиваются очень легко, так, все будет хорошо, спасибо Богу ногтей гипонихию за то, что все красиво у нас сложилось, так, но все равно, да, все-таки синий преобладает цвет, можно попробовать, конечно, немножечко его согнать, чтобы все-таки низ был более светлым, ну, я не знаю, мне кажется, и так очень красиво получилось, ну, сам себя не похвалишь, вы же ничего не говорите, так, вот, сделала градиент, очень красиво получается, цвет, цвет кайфовый, прям вот по-взрослому, так, я сейчас посмотрю, что нам писали, шикарной работы, так, да-да-да, медуза, супер, всем привет, ага, все, морскую звезду, ракушку, хотим ссылку на пластину, написала нам Екатерина Назарова, я надеюсь, менеджеры нас видят, и они прикрепят нам ссылочку на пластину, нас интересует пластина, номер 17, океаника, можно просто в онлайн магазин зайти, Эми онлайн, и просто в каталоге найти пластиночки для стемпинга, и как бы можно заказать, так, Катя написала, шикарные работы, спасибо большое, добрый день, очень красиво, синий огонь, запись эфира будет, да, конечно же, будет, останется здесь ВК, ВКонтакте, и на Ютубе будет, ага, на ВБ нашли, Катюш, спасибо большое, это, видимо, знаете, я тут немножко притормаживаю, вот, значит, еще одна техника, которая часто-часто-часто встречается в интернете, значит, когда растекается прикольно гель-лак по поверхности, вот смотрите, я сейчас возьму капельку белого гель-лака, значит, и смешаю с капелькой базы, базы, просто обыкновенная база, смотрите, добавим капельку базы, кто работает на материалах Эми, потому что, вот, например, в каких-то других компаниях, я видела там какой-то гель растекашки, там, и так далее, очень красиво, у нас такого геля нету, но мы работаем со слайдер-топом, и по слайдер-топу очень классно растекаются гель-лаки, то есть без всяких проблем, так, мы сейчас с вами, я возьму кисточку какую-нибудь, только чуть-чуть побольше, чтобы капельки капали, да, не тоненькую кисточку, не знаю, можно мазковую, ноль мазочек, два мазочек, три мазочек взять, любую, так, взяла вот, эта база у нас смешивается с, ой, простите, база смешивается, правильно, с белым гель-лаком, все, смешала, так, и вот на наш этот красивый фон, наносим слайдер-топ, и не будем его сушить, слайдер-топ, можно не наносить, около вростов, нанести просто тоненько, аккуратненько, чтобы никуда не растеклось, не потекло, и теперь мы просто берем, и на мокрый слайдер-топ, ставим капельки белого гель-лака, смешанного с базой, причем можно ставить, база, значит, поднимаю голову читать вопросы, база обыкновенная, жидкая, бейс-гель, ну, допустим, у нас называется, может быть, вы работаете с какими-то другими материалами, просто жидкая база, наношу я на мокрый слайдер-топ, и оно, видите, просто течет, получается такое прикольное, как вот пузырики, которые поднимаются куда-то там наверх, пусть течет, растекается, вот сюда подстроимся немножко, непонятно, тут что пропустилось, видите, они не сливаются воедино, а каждый сам по себе плывет, и в принципе пусть плывет, правильно же, так, просушиваем, просушиваем, так, ну что, возьмем еще раз пластинку для стемпинга, я думаю, хуже не будет, если мы чуть-чуть ляпнем там, каких-нибудь серебряных пузыриков, хотя можно попробовать и золотые, просто с серебряными уже пробовал, не, с серебряными красивее будет, красивее, или красивее, ну короче, мне кажется, будет неплохо, так, все бы ничего, если бы я тут судорожно не потеряла бы, пластину все на столе, все нашла, и так, океаника номер 17, вот такие эти классные пузыри здесь вообще, так, лак для стемпинга номер 12, это серебро, вот сюда мы нанесем немножечко небрежно, даже где-то бы я сказала, уберем все лишнее, легкий накат на подушечку, от слова совсем не нажимаем, прям вот легко, 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 видно, я даже вообще сейчас левой рукой практически это сделала, потому что неудобно было под камеру, так, видно, вот немножко серебра, надо еще чуть-чуть допечатать, немножко ниже, лишнее все убираем, легкий накат, от слова совсем практически не дышим, сказала Наташа и плохо отпечатала, ха-ха-ха, три раза, ничего не вытираем, попробую еще раз, нельзя отвлекаться, так, ну вот, все нормально, кусочек есть, и вот сюда сейчас чуть-чуть доделать надо, вот сюда вниз, так, ну и тема будет продолжена, да, то есть как бы мы немножечко другую технику, а на самом деле все одно и то же, и получается очень даже прикольно, можно применить сюда все что угодно, видите, просто фон получился чуть темнее, так, ну конечно же, текла стоп без липкого слоя, да, получается у нас текласс, просушиваем, и прикрепляем какую-нибудь красивую штучку-дрючку, штучку-дрючку в виде шармикончика, давайте водоросль какой-нибудь прикрепим, на просушенный текласс, вот тут внизу, только не хочу целиком, пусть это будет кусочек, так, а как мы сделаем, вот так, наверное, не хочу целиком, так, уберу лишнее, то, что мне не нужно, жалко, конечно, заплатили за целую водоросль, поставили только одну, да, один кусочек, так, теперь, 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 можно все что угодно, опять же, черепашку, а давайте черепашку, да, хорошо, давайте, мне нравится спрашивать, со мной отвечать, только самое главное, я убрала из-под камеры, я очень прошу прощения, потому что, такие они очень тоненькие наклеечки, шармикончики, тончайшие, чтобы не оторвать ей все лапы, сразу, патука по очереди, так, вот красивая золотая черепашка, 180, там какой там, 385 проба, да, и какую-нибудь надпись нам нужно, так, сейчас, 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 ой, 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 хвост-русалки, можно хвост-русалки было прикрепить, да, так, еще судорожно какую-нибудь надпись, сейчас, просто, знаете, смотрю, почему долго ковыряюсь, потому что, это, такую прикрепляла, такую прикрепляла, вроде хочется, все по максимуму задействовать, поэтому, притормаживаю немножко, так, ладно, вот эту возьмем, и вот сюда, вот так вот, сверху, оп, все, надпись есть, и теперь закрываем, все это дело топом, конечно же, взяла тыклос, и перекрыли, все просушиваем, пока сохнет, сейчас я типики положу на видео, это, на обозрение в таком красивом цвете, не знаю, конечно, мне уже так вот рябит немножечко, готовилась со вчерашнего вечера, вот, тут могут быть разные варианты быть, я просто попыталась вам показать фон, что можно сделать по-разному, просто все цвета, которые есть, которые вам нравятся, которые подходят, допустим, к данной конкретной теме, да, можно смешать все вместе, я сейчас, быстренько, еще раз напомню, какие я взяла, из коллекции Маракеш, номер 500, из коллекции Рейв, взяла 487-й, из той же коллекции можно добавить 482-й, видите, вот такие более темные, насыщенные оттенки, и из всех коллекций, которые выходили, можно выбрать все голубые цвета, они не повторяются, все цвета абсолютно разные, вот, и получается 470 номер 3, 416, 409, можно, кстати, продолжить, как вот, к мятному цвету, можно еще какой-нибудь, значит, добавить там, сиреневый, допустим, оттенок, но я вот ориентировалась, вот на эти цвета, и получается, что из всех коллекций, которые выходили, вот, весна-лето, вот они все шикарно, весна-лето, даже немножко зимы есть, то есть, они все вот шикарно подходят для этого конкретно дизайна, так, какую мы брали пластину, пластину мы взяли, номер 17, океаника, тут как раз таки морская тема, и мы вот брали такие красивые пузырики, так, это что касается пластины, теперь шармиконы, мы взяли морские, да, морские, это риф и мальдивы, мальдивы просто я открыла, риф мальдивы, тут как раз таки и медузы, и якоречки, и все что угодно, можно, конечно же, поиграться, так, и вот эту штучку, хотела приклеить где-нибудь, но что-то за нее ничего, я не приклеила, тоже она очень классно подойдет, вообще как бы, фон, самое главное, конечно же, фон, прилепить можно все что угодно, а мы с вами сделали сейчас две разных техники, и как раз таки, мне кажется, можно любую из них задействовать в своей работе, и не только с этими цветами, правильно же, цвета могут быть совершенно разными, и под цветочки подойдет тема, сейчас я типсик прикреплю, и оп, вот сюда, оп, 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 вот так вот сделаем, и даже чуть-чуть ниже, я сейчас телефончик в руки возьму, стоечку отставим, так, ну вот такая у нас морская тема получилась, слушайте, ну прикольно, дорого-богато, как говорится, все и сразу, все лучше и сразу, дизайн супер, настоящее море, ну раз у нас тема морская, еще и градиент, дизайн градиент, и плюс еще морская, я считаю, что это самое время, а когда еще делать, как не в июле, правильно же, девчонки, всем огромное спасибо за ваше внимание, значит, встретимся в следующий четверг, вконтакте, вот, я думаю, что мы будем придумывать еще и еще интересные темы для вас, спасибо вам за внимание, всем удачи, хорошего настроения, лето, тепла, ой, слушайте, у нас в Ростове так жарко, что невозможно просто, температура ниже 40, вообще не опускается, ночью 30, короче, потихонечку греемся, надо прогреть кости к зиме, ой, всем удачи, всем лето в душе, и побольше денежных клиентов, до свидания, девчат,